Кто мы? Торпеда! Кто мы? Торпеда! Один за всех и все за одного. Крылатая фраза из романа Александра Дюма «Как нельзя кстати» подходит к игре миллионов в футболу. Так как один в поле не воин и только сплоченность команды приводит к общей победе. На нашей земле это проходит во второй раз. В прошлом году был турнир Петра Немова дивизион. Это проводит детская футбольная лига, президент Горлов. Нам оказали честь и в Орле у нас есть ребята, которые играют на высоком уровне. И поэтому они поддерживают детишек. И турнир называется «Большие звезды светят мало». И это правильно. Те ребята, которые начинают в детском футболе, вырастают у таких больших звезд, как Александр Селихов. Орел на своей земле принимал гостей из Брянской, Курской, Калужской, Московской и Тульской областей. Всего 14 команд участниц. В честь родного города на протяжении двух дней защищали три дружины – Север, Дюш-3 и Русичи. Регламент окружного дивизиона Селихова был два тайма по 15 минут. При ничейном результате следом шли пенальти. Команды были поделены на три группы. Две группы – пять команд и одна группа – четыре команды. Значит, победители напрямую выходили в финал. Это три команды и одна команда со второго места с лучшим показателем. Сейчас будут играть в полуфинале. Четыре команды. Российскому футболу не хватает той самой школы Валерия Лобановского, уверяет один из калужских тренеров. А ведь смена профессионалом премьер-лиги подрастает именно на вот таких региональных турнирах, говорит Максим Аристархов. И Лобановский, царство ему небесное, у него была физика на первом месте. Я вот смотрю сейчас на нашу сборную, не хватает нам физики. Старой школы. То есть выносливость, бег? Да, я бы вернул, да. И талант, все. Накануне полуфинальных матчей на поле прибыл спортсмен, которого так все ждали в день закрытия турнира. Александру Селихову даже не помешала полученная на тренировке травма, чтобы приехать и поддержать маленьких футболистов. За какой-то известностью я не гонюсь. Просто хочу максимально выполнять свою работу качественно. И футбол – это вся моя жизнь. Таким же я был маленьким и проводились такие же турниры. Это делается в первую очередь для нашего будущего. Потому что они наше будущее и они придут нас заменить. С пленением на поле Александра Селихова, звезды «Спартака», нашего земляка и галкипера, безусловно, турнир просто перестал работать. Все фанаты, обязательно дети, на турнире обступили звезду и, конечно же, жаждет получить от него каких-то наставлений, ну и автограф. После сотни другой именных подписей, фотокарточек и десятков с селфи с Селиховым решающие игры продолжились. По итогу в тройке финалистов, кстати, которых и сам лично награждал известный футболист, оказались следующие команды. Третье и второе места у «Орловских дружин» – «Север» и «Дюш-3». На первом месте – «Калужская торпеда». Взявший золото и серебро окружного этапа международного фестиваля футбола отправится в сентябре на финал в Анапу. Андрей Деркач, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной». Андрей Деркач, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной»